всем привет и слава украине передача новости с кавказа продолжает свою работу с вами я где лава садзе и сегодня у нас на связи из баку хорошо знакомый и любимый нами гидар межзам гидар привет зрители жаловались что соскучились по тебе салам алейкум всех приветствую приветствую всех наших зрителей из грузии из украины из всех ближних и не столь ближних стран всем привет я к вашим услугам дело можно начинать причудливо у нас тасуется король колода карта смотри сегодня мы видим то что война в украине конечно же затянулась но в принципе никто не ожидал того что вот она кончится через неделю или через несколько месяцев но тем не менее и складывается такая картина что в на в наших палестинах главный конфликт у нас армян азербайджанский он центральный от него зависит в общем-то судьба региона россия недостаточно еще слаба чтобы можно было решать все проблемы с другой стороны россия ослабевает и азербайджан старается очень сильно как можно быстрее решить почему как ты думаешь почему в баку спешат ведь в принципе до двадцать пятого года можно было бы подождать спокойно без всяких резких движений в двадцать в этом году они бы ушли бы а может шибы раньше бы и тогда бы все бы пошло бы гораздо быстрее и гораздо проще до этот момент фиксировать фиксация двадцать пятого года это этот вопрос стал прямо вот с ночи 10 ноября 2020 года как только мы впервые услышали об этом сроке и я думаю на течение неполных трех лет которые стал времени прошли в принципе каждая дискуссия ну по крайней мере ты можешь взять себя крайне каждая практически дискуссия с твоими собеседниками которые посвящалась теме конфликтами что азербайджаном и армении она в той или иной форме затрагивала эту тему 2025 года вот я хочу высказать свое мнение мне кажется что вот поведение азербайджанской дипломатии она во многом определяется не только с тем что смотри вот представь есть две оси x и y там не одна кривая которая представляет собой как бы силу предположим абстрактную россии и тайм код какой-то который заканчивается на двадцать пятом году когда там наступит момент максимального падения положим ее силы и наступит дедлайн в этот момент азербайджанская дипломатия может ну как бы я упрощаю воспользуется там времени подготовить условия чтобы безболезненно обеспечить вывод этих так называемых миротворцев однако тут есть еще одна кривая то есть их там не одна кривая две и эта кривая то есть там должен совпасть момент пересечения двух привык когда россия уже очень слабо чтобы то о чем мы только что говорили не суметь предотвратить но при этом она еще достаточно сильно чтобы те инструментальные моменты которые в подходах азербайджанской дипломатии выражаются в утилизации российского фактора скажем так его прикладном применении краткосрочных своих интересов вот до того момента это будет возможно потому что до того момента еще какой-то силой роли в регионе россия будет обладать потому что есть определенные моменты которые должны были по крайней мере до недавних пор до недавних скажем так до развития контекста вокруг вашингтонского процесса как бы определенный процесс на западе тоже надо было купировать отношения азербайджана поэтому там коротко скажу не одна кривая а две и там для азербайджанской дипломатии важно не только как бы осуществлять определенные мероприятия по мере того как российский фактор на южном кавказе будет слабее но также не упустить тот момент когда россия уже станет слишком слабой чтобы за счет оседлания российского фактора определенные краткосрочные задачи также выполнять на других направлениях так что то есть 2025 год это вопрос совокупности фактор там несколько переменных да в основном они практически все все затрагивают российскую сторону если смотреть с азербайджанской страны там есть приоритизация и россия там выступает не только как шкаф который надо вытолкнуть но грубо говоря за этим шкафом тоже есть несколько предметов которые вместе с этим шкафом надо будет как бы отталкивать используя факторы шкафа пока вот все это так я сейчас вернусь обязательно к теме заявление мид россии по карабаху конечно ты его видел и смотрел сегодня сегодня россия это говорит о том что сегодня россия главный все-таки фактор или же все-таки вот эти как ты образно сказал шкафы они не так уже стоят один за другим а стоят вместе может быть россия главный фактор в чем главный фактор который в общем-то препятствует мирному договору россия является той силой то есть возможности россии на южном кавказе все еще возможности россии на южном кавказе по мнению является той силой которую используют значит центры не заинтересованные в том числе и сама россия тоже представляет собой один из таких целей не заинтересованы разрешение азербайджана армянского противостояния потому что российский фактор уже не только сами смотри вот можно ли сказать что франция не использует российский фактор в отношении южного кавказа в отношении процессов происходящих вот переговорные процессы на западе заявления которые сразу после этих переговоров делаются страны французской дипломатии так далее то есть есть то есть чем более независимая роль того или иного центра тем естественно он больше будет стараться апеллировать к российскому фактору в том числе в данном случае мы говорим о южном кавказе париж он в отношении южного кавказа занимает ну как бы независимое слово это слишком позитивный тон носит позитивный тон но как бы более особняком доставить автономную позицию да вот так поэтому говорит что россия да она является ключевым игроком который не заинтересован в разрешении она не является не единственным игроком который не заинтересован в разрешении нет не единственный смотри сюда она главный фактор давай назовем других игроков которые не заинтересован франция иран франция иран и давай посмотрим на их возможности на их ресурсы на южном кавказе и наконец конечно же не надо списывать сейчас говорим как бы в конце концов при всей всех вопросов которые к субъектности этой страны имеет место армия в конце концов все еще являются страной которые не заинтересованы данный момент подожди одну секунду армения и азербайджан это стороны конфликта азербайджан хочет победить армения хочет не дать азербайджан уже победил азербайджан хочет aquilo соглашение хочет зафиксироваться я с тобой не соглашусь потому что победил это когда мирное соглашение зафиксировано но армяне 30 лет без мирного соглашения говорили что они победили, и Карабаха решен. И, как показала практика, они были неправы, потому что победил это когда обе стороны признали эту победу. Иначе... На самом деле, если мы будем смотреть на мирное соглашение исключительно как на признание победы, то это первый путь к тому, что будет реванш. Мирное соглашение, оно да, оно является фиксацией того, что получилось по итогам войны, однако мирное соглашение, оно в любом случае всегда, не только в Карабахе, оно всегда должно смотреть в будущее. Само собой. Видар, я же совсем про другое. Сейчас насчет... Вот мы назвали Иран, Франция, мы назвали Россию, частично я упомянул саму Армению. Это те, которые... Саму Армения это главное, центральное. Вот. Что, однако, не говорит о том, что есть какой-то другой... Мы сейчас, когда говорим, те, кто не заинтересован, это не дает нам... То есть, по совести мы не можем откровенно сказать, что, предположим, там... США вот сейчас заинтересованы в скорейшем разрушении конфликта. Или там, предположим, Британия заинтересована. Потому что заинтересованность, это... Если мы расцениваем заинтересованность, как просто предоставляется платформа, начинается процесс под эгидой, и осуществляются переговоры, да, это можно трактовать как заинтересованность. Однако, в современной дипломатии, в современном мире, это не больше заинтересованность, это инструмент контроля и участия. Заинтересованность, таким образом, она... Это более, как бы, серьезные признаки, да, должна иметь в виду. На фоне войны... То есть, так и так, до этого были большие вопросы в отношении заинтересованности других сторон разрешений. А после войны в Украине, сейчас опять возвращаемся к теме приоритетов, имеющихся у тех или иных сторон и центров, сложно сказать однозначно, что... Ну, как бы, Турцию я исключаю, конечно, что это тоже особенный констат. Я не рассматриваю ее в контексте Карабаха как часть натовского этого, да. Поэтому наличие тех, кто не заинтересован, не говорит о том, что есть что-то как-то... В данный момент есть очень серьезное преимущество и есть подвижки в направлении разрешения вопроса, и есть видимость того, что те, кто заинтересован в разрешении конфликта, за последние три года пошли большой путь и добились больших успехов. Однако это произошло не в результате того, что заинтересованная страна, это как бы там Азербайджан стоит в центре, и кругом там 5-6 каких-то стран там с кулаками своими стоят, поддерживают Азербайджан. Нету такого. Есть, конечно, там есть опять-таки турецкие... В военном отношении мы исключаем. Военно-дипломатически на определенных направлениях тебе известно, там Турция, Израиль и так далее. Однако вот конкретно, если мы говорим вот в Вашингтонский процесс, там какие-то переговоры, которые под зонтами осуществляются и так далее, то есть в этом конце есть диспропорция между тем, что заинтересованные в разрешении конфликта стороны за последние три года добились и их возможностями. Потому что по факту это один Азербайджан, который опирается сейчас на два ключевых плюсов, которые его распоряжили. Первый – это то, что он выиграл войну, и по факту на земле все как бы изменилось в его пользу и продолжает оставаться таковым. А второе – это то, что Азербайджан является ключевым игроком на Южном Кавказе и является сильнейшей военной политической и экономической силой. Соответственно, создается ощущение, что помимо Азербайджана есть какие-то дополнительные, чисто по принципам механики силы, которые предлагают усилия. Это не так в большей степени. Я думаю, у тебя в эфирах коллеги из Азербайджана, Фархад, в тот день сказал, что ребята, вы эти уступки со стороны армян не расцените как уступки. Это не уступки. Это результаты всех тех операций, которые Азербайджан осуществлял за последние три года. Никаких уступок не было, было принуждение. Никто нам ничего не уступал. Поэтому есть на уровне ощущаться то, что гораздо более сторон заинтересованы в разрешении конфликта. И там только одна Россия, которая стоит как пробка в том мире. Нет. Понятно. Ну, давай так. Не противодействует и противодействует. Потому что понятно, абсолютно очевидно, что есть и в Соединенных Штатах. И я не исключаю, кстати, что и во Франции есть силы, которые, например, хотели бы, чтобы конфликт разрешился, и все было бы нормально. Что такое? Я хочу пояснить, что я называю разрешением конфликта в данном случае. В данном случае я называю разрешением конфликта заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Что такое заключение мирного договора? Это признание директоральной целостности. Что такое признание директоральной целостности? Это признание и фактическое распространение суверенитета Азербайджана на 86,6, если я не ошибаюсь, 29,6. У Армении я могу ошибаться в цифрах. Я, конечно, в итоге ошибся, почему мне не ошибиться? Значит... Да, в общем, на всей этой территории и Армения, и Азербайджан осуществляют свой суверенитет. Это важный момент. Так вот, мы говорили, когда мы говорили, что кто-то не заинтересован, скажем так, не заинтересованность это противодействие этому моменту. Понятно, что сегодня Армения противодействует. Почему тоже понятно? И с вопросом, как я бы сказал. Кроме Армении этому противодействует Россия, тоже понятно, почему. Франция почему так мощно противодействует? За меня не совсем понятно, но, может быть, мне кто-нибудь когда-нибудь это скажет более четко. Хорошо, перейдем к Ирану. А Иран чего? Ну, там есть два уровня. Это более широкие, идеологические, концептуальные, которые много лет, по-моему, в отношении конфликтов, которые на Ближнем Востоке, там, предположим, палестинский вопрос, Ливан и так далее. Это проговаривалось еще в середине 80-х. Было разработано, представлено и, в принципе, иранская, и внешняя политика, и их хизбаллахи, все и так далее. Они как бы в этом направлении работали уже в 80-х. Это то, что ни один конфликт в окружении вот этом большой Ближний Восток, в окружении Ирана. Начиная от восточных границ Центральной Азии и заканчивая восточным Средиземноморьем, ни один конфликт без участия в той или иной форме иранской дипломатии или без принятия во внимание проекции иранской силы не может разрешиться. Это на идеологическом уровне как бы у них вот есть такой, в том числе и Карабахский конфликт. То есть и они в начале 90-х когда в Азербайджане когда была первая Карабахская война, власть в Азербайджане была слабее и так далее. То есть Иран пытался более активно играть. Вот это первая часть. А вторая это тактически, это чисто на прикладном уровне, это то, что есть да, такие моменты как Армения, например. Важный фактор чисто в сухопутном отношении для Ирана. Конечно же важный. Для определенных сегментов теневой экономики иранской, которая в Иране и так она начинает там после эмбарго, после так называемой исламской революции. Теневой сегмент иранской экономики он был очень важен для них, а как бы по мере роста санкций еще более увеличился. Когда они говорят, что Армения наша сестра это наши ворота в мир и так далее, это все персидскую лирику высокопарную шахнаме это все убираем, остается только как бы географическая карта, которая показывает, какую роль Армения играет для Ирана. Однако это все слишком зыбко, потому что этот контест построен исключительно на том режиме и на том формате, который присутствует сейчас в Иране. И там, сам понимаешь, очень динамично и может в любой момент развиться в непонятном направлении. Те процессы, которые в прошлом году бы ранее происходили, они же, мы ничего не знаем, они не подавлены, они просто ушли, там, это знаешь, как торфяник горит, когда ты внешне не видишь, там температура довольно высокая. Соответственно, если поменяется, даже несущественно, смотри, вот я пример приведу, этот Али Шамхани его звали, да? Да, да. Одна фигура появилась, одна всего лишь фигура, ничего особо не решающего в рамках иранской политики, но на него была определенная миссия возложена. Сколько шума, гамма было вокруг Шамхани, сколько сценариев, там, альтернативных сценариев, что чуть ли не его там не возвели, там, будущие президенты Ирана. Соответственно, там сценариев может быть много, и то, как будет отношение к... Ну, пока что я вижу, что ушло в затишье, но существенных изменений, конечно же, в отношении... Сейчас просто идет процесс, который... который параллельно идет с определенными процессами, которые Азербайджан на иранском направлении осуществил уже, однако с иранской тематикой в Азербайджане все очень бывает непостоянно, как бы, бывает, ну, год там все тихо, потом взяли иранцы, провели там учение, предположим, из этого, возле Астары и так далее. То есть в самом Иране тоже. Мы чаще, когда мы говорим группы, центры, интерес groups и так далее, мы говорим о крупных государствах, таких как США, Россия, мы говорим о европейских континентальных элитах, однако в Иране в самом, и это стало все более отчетливо последние вот несколько лет видно, по мере того, как внутри страны обстановка накалилась, по мере того, как внешние центры стали более активнее, более дерзко осуществлять там определенные действия на территории Ирана, видно, что внутри Ирана есть несколько видений, несколько подходов ко всему этому, но они пока будут выдерживать нейтральную... представь себе посреди всего этого, а они все очень старые, там не просто геронтократия, там уже как бы за 80 и так далее, ну, предположим, там оказались... в прошлом году это были слухи, а представь, что оказалась действительно правдивая информация, что вот духовный лидер Ирана там ушел в мир иной, вот, и если бы эти события происходили бы на фоне этого, как бы тогда успокоились бы они или не успокоились бы, ушло бы это все на задний план или нет, сложно сказать, но эти слухи были тогда, если ты помнишь, говорили, что Команайуна. Смотри, что получается на самом деле, на самом деле все равно получается непонятно, потому что при всем при этом, при всем при этом, я понимаю, там интересы Ирана и так далее, и так далее, но разве для Ирана будет, то есть Иран неоднократно говорил, что мы признаем территорию Азербайджана и территорию Армении в международных границах. Замечательно. Так что, ребята, разве для Ирана будет плохо, если Армения и Азербайджан будут мирно совершены? Да, они говорят, но при этом иранский спецназ оказался неизвестным образом в территории Азербайджана, подконтрольный сепаратистов. Говорите, они делают такие заявления. Они ни разу не говорят. Максимум, какие заявления они делали, это то, что неизменность границ, что они подразумевают под границами, это уже весьма... Нет, неизменность границ, понятно, что неизменность международно-принятных границ 1991 года, но, смотри, я могу точно назвать один плюс для Ирана. Плюс для, плюсом для Ирана, учитывая, что они не торопятся, не мычат, не делятся по железной дороге рек Тастара, будет явно открытие железной дороги через Жюльпу. В открытии железной дороги это очередной пример того, о чем я только что говорил. Надо посмотреть на цифры присутствия Ирана, например, в сельхозимпорте азербайджанском, по той же картошке. просто посмотри на статистику, сколько картошки присутствует, ну, как бы, то, что имеется на рынке в Азербайджане, является импортированной, из них сколько импортировано из Ирана, есть там молочные продукты, есть масса других вещей, то есть это железная дорога и вопрос экономического взаимодействия, это тот вопрос, в котором и хочется и колется. Как бы, знаешь, страна имеет четко выраженные внешнеполитические интересы, чтобы не дать Армении уйти ниже дна, но при этом на уровне экономического взаимодействия все в Иране понимают, что Азербайджан это гораздо более выгодный партнер, чем парни. По всей видимости, по всей видимости, если мы обсуждаем экономические вопросы, и это не то, чтобы по всей видимости, это вопросы уже доказанные были на эту тему исследования, факты вскрыт и прочее, есть, вернемся к теневым сегментам иранской экономики, есть существенные группы, для которых этот момент, он представляет гораздо больше важность, чем вот транспарентные международные проекты. То есть, кому-то, по всей видимости, гнать, предположим, там, левый героин какой-то через территорию, как некогда оккупированную, а сейчас через территорию Армении, это выгоднее в Иране, чем строить вот эти железные дороги, Астара-Решт и так далее, там, взаимодействие по коридорам и прочее. Я это понимаю так, потому что есть другие примеры, когда в отношениях Ирана с внешними партнерами фактор теневых экономических вот этих вот нечистоплотных, да, мягко говоря, криминальных операций оказывал существенное влияние. Возьми восточные границы Ирана, границу с Афганистаном. Всем известно, что когда Талибан находится у власти в Афганистане, производство наркотиков там падает на ноль. Это было еще во время первого прихода и сейчас. В Иране есть целые кланы, которые начиная с 1979 года обогатились на трансграничной торговле наркотиками. Конфликт с талибами это не конфликт с талибами. Это просто нарушены были определенные схемы, которые функционировали все это время. Иран по умолчанию это такая экономика, которая только там, я не знаю, сколько, по всей видимости, есть исследования, которые отражают, какой процент это видимая экономика и какой ввиду санкций, эмбарго и так далее находится в тени. Поэтому эти факторы для иранской экономики очень важны, их нельзя. То есть это государство, которое на государственном уровне осуществляют торговлю наркотиками незаконно. И эта прибыль, она используется в финансировании в небюджетном, в том числе тех вещей, о которых мы говорим. Это внешнеполитическое присутствие разведывательной, военной присутствии ирана в третьих странах. То есть получается, не, на самом-то деле... Это мы сейчас, я еще раз перебью тебя, прошу прощения, мы сейчас говорим о дороге Тигран, о дороге Решта-Астара и так далее. Там можем определенные подсчеты проводить, что сколько будет грузопоток, товарооборот, как затронет все это и так далее. А выйдет какой-нибудь, извиняюсь, там, кансильерий мафии со своей тетрадкой, который скажет, а вот, ребята, а вот это объем сколько героина катится через афганно-иранскую границу. И вот сравните, и, возможно, там сумма будет больше, чем Астара-Решта. Неизвестно, что иранцам выгодно. Нет, ну, талибы-то уже у власти в Афганистане, а в Карабахе сейчас... Карабахе, я почему понимаю, я это раньше, да, раньше были там не только по наркотикам, там вообще левый трансграничный был очень развит на чисто сухопутное автотранспортное. А сейчас речь идет не... Сейчас карабахский вопрос мы отделяем от вот этого слова коридоры Зангизу. Когда Иран говорит, что неизменность границ, по всей видимости, больше всего интересует вот этот отрезок границ, который вот между Нахчеваном и Зангеланом, да, вот это вот армяно-иранская граница, вот это они имеют по всей видимости в первую очередь. Сейчас это их выход туда. И объективно, ну и что, что предположим, речь идет не об оккупированной территории Азербайджана, которая была как бы серой зоной, а об официальной территории Армении, и мы говорим о трансграничной торговле между двумя там суверенными государствами, Азербайджаном, Ираном и Арменией. Да. Так Армения это одна большая темная зона, чему примером является то, что сейчас происходит в отношении несанкционных каких-то там схем, которые там поставки в Россию и из России, и украинским экспертам уже известна эта тема хорошо, Армения там светится каждую неделю в отчетах, то есть это одна большая темная зона, серая зона. Соответственно, то, что Иран делал через оккупированные территории в свое время, он что, через территорию Армении сейчас делался. Да, ну, где-то в кавычках там, если какому-то квазипогранцу, который, я не знаю, исполнял роль там, я с винтовкой где-то стоял на границе вот оккупированных территорий с Ираном в Ходотарине, ему, предположим, давали 50 долларов, а в Армении будут давать российскому, возможно, пограничнику 100 долларов, вот и вся разница будет. А серая зона, Армения и некогда оккупированные территории Нагорного Карабаха они в принципе ничем не отличаются. Здесь я вынужден с тобой не согласиться, как минимум по факту санкций, был приезд спецпредставителей Соединенных Штатов, был приезд спецпредставителя Европейского Союза, который, ну, как бы инфекционный приезд такой, на основании информации, они, и там тоже было сказано, что Армения не обходит санкции, но она находится в серой зоне по поставкам, это разные вещи. По поставкам товаров из третьих стран. Это товары и обход санкций, это разные вещи. Ну, как бы, серой зоной ее именуют, то есть ты понял, что я имею в виду, и я как раз-таки именно этот термин использовал, серая зона. И вне санкциона, ну, как бы там есть... Есть санкции, а есть, когда ты не можешь продать в России товар, и ты через третьи страны продаешь. Да. Это разные вещи. Но вот наши журналисты все, я прошу прощения, журналисты подставка, они вместе все это скидывают? Они это справедливо все скинули, потому что, я тебе напомню, Гела, там был не только, там был и конкретно вопрос обхода санкций, например, то, что есть непрямые улики, это то, что между Россией и Арменией увеличился товарооборот по каким-то смешным статьям, там, микрочипы и так далее, которые, кстати, в том числе и находятся под санкционами. То есть куда-то... По поводу микрочипов, вот, кстати, этого как раз-таки... По мобильным телефонам было и так далее. Вы понимаете, я хочу обратиться к зрителям и так далее, что сейчас, когда мы говорим чипы, мобильный телефон и так далее, один пример приведу. Из российских дронов, Орион, по-моему, которые сбивались в Украине, вываливались фотокамеры Canon. Вполне себе гражданская... Это уже, знаешь, что это уже проблема санкционного режима. Это уже проблема санкционного режима, потому что... Ну, я тебе скажу, я изучил... Я бы не согласился. С таким же успехом можно сказать, что это проблема санкционного режима в отношении друг друга. Почему когда-то сразу становится проблема санкционного режима, когда вопрос касается Армении? Нет. В данном случае, я, кстати, не изучал вопрос по Армении, я изучал вопрос по Грузии список. Я изучал про Грузию вместе с Валерой Чичанашвили, потому что Грузия тоже была в этом списке. И Валера сказал, но всего, говорит, радиоэлектроники всего из Грузии было поставлено на 6 миллионов, что, конечно же, это... ничего. Не из Грузии, а вот по... Грузия получила радиоэлектроники на 6 миллионов всего. Понимаешь? И в силу того... Нет, я допускаю, может быть, там нужно посмотреть, я допускаю, что в Армении, например, не через Грузию, а через другие страны шли, вот эти чипы какие-то. Я не знаю. Но по поводу Грузии я точно... Этот вопрос я изучал. Речь идет, это очень плохо, потому что это помогает выживать России. И это... На самом-то деле, почему я говорю, что это вопрос к санкциям. Я об этом, кстати, на воскресенье говорил на Фридоре. Проблема вот в чем. Проблема в том, что санкции половинчатые. Ребята, если товары двойного назначения помогают России обходить санкции, так, ребята, давайте запретим эти товары двойного назначения. Если туда входят мобильные телефоны и стиральные машины, то давайте запретим это. Согласен, но как бы эта дискуссия, она ведется в том числе и в Украине между экспертами, что до сих пор, даже сегодня, есть западные компании, которые спокойно все как бы взаимодействуют с российской страной. Что касается Армении, я думаю, это не только вопрос. Это вопрос эффективного управления координации с санкциями, но в случае с Арменией, он сложен тем, что нет инструментов контроля. Ну, пример привожу. Абсурдная ситуация. С одной стороны, там сидит огромное американское посольство. С другой стороны, Южно-Кавказская железная дорога принадлежит русской. И страну охраняют российские пограничники. То есть, когда речь касается таких моментов, как санкция, границы, транспорт и так далее, фактор присутствия и фактор контроля на стороне русских. Поэтому многие вещи можно скрыть, многие вещи сделать как-то по-другому и так далее. Я думаю, если бы... Это очень большой вопрос. Собираются ли американцы... А даже если есть, они же не скажут. Это вопрос, в конце концов, деятельности, разведки, сообщества. Как они собирают в Армении информацию, как они мониторят и так далее, никогда они об этом не скажут. Но усиливать свое присутствие и возможности в этой стране для Запада важны, в том числе, для того, чтобы, смотри, мы начали наш разговор сегодняшний с мирного соглашения. Противодействовать мирному соглашению можно не только до того, как оно заключено, но и после. Понимаешь, те силы, которые не заинтересованы в мире на Ажном Кавказе, они после заключения мирного соглашения свою позицию не поменяют. Они будут и дальше торпедировать это. Поэтому усиление присутствия мониторинговых контрольных инструментов со стороны тех сил, тех центров, которые, по крайней мере, хотя бы на уровне видимости заинтересованы в мирном разрешении, это важно для них. В этом отношении позиция Азербайджана как бы совпадает интересы Азербайджана. Но мы не видим этого сейчас. Опять-таки, почему? Потому что страны Запада тоже не являются всемогущими. Есть приоритеты, есть лимиты институциональных возможностей. Сейчас все зациклено на Украину. Вот. Действительно, все зациклено на Украину, но мы пока сейчас потомшимся все-таки по нашей теме. У тебя есть информация по встрече Олега Пашиняна в Брюсселе? И ты можешь оценить ее? Даже за официальных заявлений. Обычно у нас это происходит сразу через день, через два. Посмотрим. Это было сегодня выходные дни. Не знаю, посмотрим, что скажут. Пока официально я не видел. Но это хорошо или плохо назвали? Факт встречи или отсутствие информации? Нет, отсутствие информации сейчас. Ну, ведь перерыв же не такой большой. Опять-таки, по азербайджанским меркам это нормально. День прошел. Вчера мероприятие завершилось. Сегодня выходной. По всей верности, сегодня или завтра будут сделаны соответствующие заявления. Посмотрим. Ну, вот возвращаемся к заявлению МИД России. Очень интересное заявление. На самом-то деле, у меня сложилось такое впечатление, что там два пункта всего можно было написать. Первый пункт. Ребята, хватит говорить в Брюсселе и в Вашингтоне, давайте говорить в Москве. То же самое, все, что вы говорите там, вы можете сказать в Москве, и это будет для вас гораздо лучше, эффективнее и так далее. Поэтому мы сейчас вот давайте проведем в Москве встречу МИД, а потом проведем в Москве встречу уже глав государств и подпишем соглашение. Это первый пункт. Второй пункт, он обращен исключительно к Баку. Ребят, то, что вы говорите, что вы хотите логистику Карабахи сейчас перевести на Азербайджан, мы категорически против, мы этого не допустим. Логистика в Карабахе будет остаться такой, какая она есть, то есть через Азербайджан. Логистика это привязан, но это один из серьезнейших инструментов, который... Это главный инструмент. Давай прямо это главный. Да. Главный инструмент. Есть еще какие-нибудь пункты в заявлении Москвы? Я бы привлек твое внимание к тому, что заявление делалось на фоне того, что в Ханкианбе вывели людей на улицу. Так. там присутствовал, я могу ошибаться, Варданян там был. Ну, скорее всего. Да, параллельно очень странный. Не то, чтобы странный, но пока я не уверен на 100% причину, чтобы озвучить, как у них, это задержание Бала Саняна. Что-то все день-два заявление. Рома Пагнасаран говорит, что это спектакль? Что это что? Спектакль. Ну, я констатирую факт. Поэтому я сказал, что я пока не уверен, чтобы озвучивать причину. Вполне возможно, что спектакль, кстати, Бала Саняна в такого рода спектакля участвовал, по крайней мере. То есть, я бы расценивал, рассматривал не только как заявление само, но и на фоне происходящих процессов. Говорить четко что-либо несложно, пока я не услышу, как азербайджанская страна выросла в свое отношение. То есть, опять-таки, официально. Если ты заметил в тексте что-то, о чем ты хочешь спросить, скажи. Если о Захаровой говоришь. Был ответ, был ответ азербайджанская сторона же тоже, что... Не, я имею в виду по итогам встречи Шарль Мишель и так далее. А, нет, я в данном случае... А ты перепалку имеешь в виду? Я в данном случае говорю про заявление, то есть, ну, азербайджанская сторона ответила достаточно резко, со своими примерами и так далее и тому подобное. Что в последнее время в отношении заявлений МИД России, в принципе, азербайджанская сторона увеличивает именно резкость ответа. Это видно. И главный тезис азербайджанская страна, что главное, скажем так, недовольство азербайджанской страны заключалось в том, что увязана территориальная согласность Азербайджана с заявлениями Пашиняна о признании территориальной согласности Азербайджана. От заявлений Пашиняна оно не зависит. Ну, и так далее. Но в итоге получается такой достаточно серьезный тупик. Ты знаешь, могло ли быть это заявление МИД России отголоском определенного напряжения в российско-турецких отношениях? Вполне. Более того, это первый фактор, который мы должны брать в расчет, потому что смотри, встречи с Шарлем Мишелем, обсуждение вокруг того, что подразумевается по территориальной целостности, что будет включаться в мирное соглашение и так далее. Это не сегодня начало обсуждаться. Это уже идущий процесс. И до этого русские тоже делали заявление на этот счет. Соответственно, сейчас, когда мы оцениваем температуру заявлений и ответов азербайджанской стороны, накал выше, да, видно, что немножко напряженное отношение, мягко говоря, с российской стороны. Тут отсылка, в первую очередь, на фактор более высокого уровня, на более глобальную политику, выходим уже на уровень российско-турецких отношений. А они, опять, вопрос Украины, это, ну, тебе известно, вопрос, что, ну, турки, как это говорят, ну, прокрутили, фентанули русских, в очередной раз в плане того, что, я не знаю, они это называют невыполненными обещаниями, но я довольно прагматичен в этом отношении, по-любому, ты прав в том, что отсылку надо делать в отношении Турции, в отношении между Россией и Турцией в данный момент. Ну, это, в общем-то, турецкая позиция, турецкая политика в этом связи связана с общим мейнстимом турецкой политики, то есть попытки нормализовать отношения с Западом в целом и с Соединенными Штатами прежде всего. Но, опять-таки, это не значит, что Турция будет жечь все масты с Россией в Талифонии. Далеко не значит, что это видно было по заявлению Майбардана, который говорил неоднократно, что мы объяснили российской стороне, но они все поняли. Видимо, они все поняли. я тоже согласен, что это же не взаимодействие, это весьма рациональный процесс, как с российской, так и с турецкой стороны. Он будет продолжаться до тех пор, пока война в Украине, она продолжается, и Эрдуган пока что будет выполнять свою роль и увеличивать, максимизировать профит, который Турция имеет от сложившегося вокруг России положения. Этот процесс будет влиять на Южный Кавказ, потому что Турция является существенным игроком, Турция является союзником Азербайджана на Южном Кавказе, который, с одной стороны, является стороной конфликта с Арменией, а с другой является ключевым фактором на Южном Кавказе. Соответственно, не может не оказываться влиянием. Более того, более того, я думаю, что мы здесь немножко относимся реактивно, то есть к тому, что что-то произошло, и там Азербайджан и Турция среагировали, или Россия среагировала на определенное. Но есть же другой уровень событий, который нам неизвестен. Я думаю, что определенные процессы они знали заранее, определенные сливы делали заранее, то есть если мы говорим о том направлении, в котором движется вот сейчас переговорный процесс, то надо понимать, что российская страна, например, как минимум в составе армянской делегации, что нету представителей российской службы или людей, связанных с Россией и так далее, они в курсе всего бывают, как правило, заранее, до того, когда уже соответствующие заметки сделаны в блокноте, скажем так, чтобы быть озвученными на переговорах. Соответственно, процесс он более органичен, чем мы можем себе его представлять. То есть даже если бы заявлений не было бы, что я хочу сказать, с российской стороны, и не было бы ответа с азербайджанской стороны, то есть изменение динамики отношения рост напряженности это неизбежно. Рост напряженности и рост нервозности в российской политике на Нижнем Кавказе, он будет неизбежно расти только уже по одному простому фактору, того, что идет обратный отчет. 25-й год вылезет. Вот одного этого достаточно, чтобы уже вызывать как бы определенную как бы ну нервозность российской дипломатии. Ведь по факту если исключить оккупацию части территории Грузии, где присутствуют российские военные, уход в 2025 году, а может быть и раньше, российских квазимиротворцев с территории Азербайджана при том, что мы видим параллельно ослабление России, война в Украине, турецко-армянский процесс и так далее, это не может не иметь логического продолжения в качестве ухода России из Армении и с Южного Кавказа вообще. они это прекрасно понимают. Слушай, вот сейчас такой у меня вопрос, знаешь, возник. Вот смотри, мы с тобой обрисовали картину, при которой на земле военное преимущество Азербайджана очевидно, дипломатические маневры идут из стороны Азербайджана и из стороны Армении, но понятно, что так или иначе США и тот же Евросоюз говорит о том, что, ребята, давайте заключать соглашение в любом случае, потому что даже Россия говорит, что давайте заключать соглашение на моих условиях. Я думаю, что там может быть следующие условия, что, ребята, давайте так сделаем. Да, это территория Азербайджана, да, я сейчас фантазирую. Россия может даже, да, это территория Азербайджана, это суверенитет Россия advisor, вот все, 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 так. как хочет Азербайджан, но при этом на 20 лет там остаются российские градовцы. Вот все абсолютно какое-то. 20 лет, которые обеспечивают соответственно безопасность. Я еще раз говорю, в данном случае это моя квази-фантазия не более. Но я думаю, что это достаточно реальный вариант предложить со стороны Москвы. Это вполне реальный вариант, который они могут предложить. Почему? Потому что никаких иных инструментов в решении внешнеполитических вопросов, кроме как пойти вырыть лопатой в столб с соседчиками и российским флагом, у русских нет. Это военное присутствие. Все. Если мы невольно подсказали российской стороне выход, то просим прощения. Но я думаю, что они тоже это понимают. Но смотри, при этом остается еще одна страна Южного Кавказа, Грузия, в общем-то, взяв которую, взяв, я имею в виду, но получил которую в свою орбиту. Но решаются вопросы все. Но решаются. Но закрыли с этой стороны. И потом уже, ну да, и Иран будет ездить через Армению, там его будут встречать русские уже в Грузии. И Азербайджан будет качать свою нефть и газ, но там через русских в Грузии. И так далее. У русских есть шанс взять Грузию? Об этом я тоже часто слышу. Одним из изменений, и я хочу это подчеркнуть, и это, кстати, очень интересный вопрос, если зрители комментировали бы это, это было бы очень интересно. Одним из изменений, ключевых, на Южном Кавказе после 44-дневной войны 2020 года и резкого усиления азербайджанского и турецкого фактора на Южном Кавказе стало то, что сейчас уже то, что отметил ты, невозможно. Это было возможно. Регион был так устроен до 2020 года, когда можно было, грубо говоря, две страны не под твоим контролем, а одна под твоим, одна под твоим, две под... То есть вот какой-то кубик-рубик, пятнашки, да? И мы становились свидетелями это мы когда, предположим, в период президентства Михаила Саакашвили, августовская война, уж... Ну, там дно, да, в отношениях. То есть фактически, ну, две страны были в состоянии войны, Россия и Грузия, в принципе, это состояние на бумаге, оно до сих пор продолжается. Но факт, что тогда была самая низкая точка. Армения, она как бы всегда была Арменией, там, ОДКБ и так далее, а Азербайджан, он на тот период, он более как бы сдержанную и сдерживающую отношения России политику осуществлял. А сейчас по-другому. Мне кажется, сейчас решается судьба всего Южного Кавказа, и Азербайджан, решая вопрос мирного соглашения, он в том числе и обеспечивает вот один из фундаментов, на котором будет стоять безопасность Южного Кавказа в будущем. Потому что разрешение, я еще раз вернусь к этому, что разрешение армяно-азербайджанского конфликта, уход русских с территории Азербайджана, это неименуемо уход русских со всего Южного Кавказа. Нету сценария, в котором Карабахский конфликт решен, русских нет в Азербайджане, они уже вот-вот, потому что этот вариант, в котором Россия продолжает при нынешнем ходе событий в Украине, продолжающееся ослабление России и так далее. То есть вариант, при котором Армения и уж тем более Грузия остаются в нынешнем формате внешнеполитического взаимодействия, он исключен. Просто есть вещи, которые мы не знаем, если, например, говорить даже об Азербайджанно-грузинских отношениях. Недавно были встречи относительно, недавно. есть консультации, есть вещи, которые обе стороны делятся друг с другом, но не озвучивают это. Я думаю, что при всех вопросах, которые ты, как гражданин Грузии, имеешь право задавать собственному правительству, и я тоже, кстати, эти вопросы задавал, но я все-таки оптимистично настроен в отношении того, что будет с Грузией, если, иншаллах, вопрос мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией будет позитивным ростом решения. В этом случае на этой оптимистичной, скажем, ноте и имеет смысл завершить наш сегодняшний разговор, потому что, смотри, на самом деле я всегда говорю, что сегодня решается не вопрос мирного существования Армении и Азербайджана. Сегодня решается другое немножко. Ну, это тоже, конечно, но это не главный вопрос. Главный вопрос другой. Когда мы живем в регионе очень нестабильном, мы живем в двух нестабильных геополитических восходствиях, это постсовок и это большой Ближний Восток. И там, и там тайфуны и всякие, значит, все события, в том числе и войны и так далее, они будут, к сожалению, неизбежны, потому что переформатирование постоянное. Так вот, весь вопрос, мы будем оком этого тайфуна, или этот тайфун будет бушевать на нашей территории. Я думаю, никому не хочется, чтобы этот тайфун был в нашей территории. Я думаю, что ты прав. И еще раз возвращаясь к тому, с чем мы начали, еще раз подчеркну, что мы с тобой пришли к тому, что вопрос мирного соглашения это не только вопрос безопасности в отношениях между Азербайджаном и Арменией, но также вопрос безопасности всего Южного Кавказа. И именно поэтому ставки столь высоки, и именно поэтому те силы, те стороны, которые являются участниками, игроками этого процесса, они это прекрасно сознают и понимают. То есть на кону изменение роли и места и изменение внутренней структуры взаимоотношений в регионе под названием Южный Кавказ. Как все постсоветское пространство меняется, так и меняется наша региона. Смотри, есть вот Барри Бузун, такой известный ученый в Европе Копенгагенская школа социальной конструкции, активизм в международных отношениях. У него есть теория, концепция региональных комплексов безопасности. То есть постсоветский региональный комплекс безопасности, он состоит из центрально-азиатского, южно-кавказского, черноморского, предположим, и так далее. они настолько все взаимосвязаны и как сосуды, да, переливающиеся. Место и роль Южного Кавказа будет меняться, и это является позитивным шансом для того, чтобы мирное соглашение было не просто мирным соглашением. То есть необходимость мирным соглашением между Азербайджаном и Арменией во благо безопасности всей конструкции Южного Кавказа, соответственно, из солидной части постсоветского, а в будущем это будет называться построссийского пространства. Это фактор позитивный, потому что он усиливает ответственность сторон, работающих над мирным соглашением и усиливает ответственность центров силы, которые прилагают в данный момент усилия, чтобы конфликт разрешился. То есть решается не только судьба территориальной целостности Азербайджана, кстати, в том числе и Армении, но и того, каков будет контекст безопасности через 10, 20, 30 лет, мы сейчас формируем, мы сейчас, дорогие мои, то есть зрители пусть это поймут, сейчас все так затягивается, не просто потому, что решается вопрос мирного соглашения между двумя странами, которые в течение 30 лет были в стадии войны, мы сейчас формируем построссийское пространство, именно поэтому все очень сложно. заключение мирного соглашения, решение конфликта в Карабахе между Арменией и Азербайджаном, это, как и часть других кубиков, это часть процесса формирования построссийского пространства, и в эти конфликты нынешнем их цикле 30 лет назад начались, когда? когда стало формироваться, что? постсоветское пространство, сейчас мы на новом эпохальном периоде, соответственно, построссийское пространство не должно, оно должно строиться на разрешении этих конфликтов от обратного, вот так. Слушай, строго научно, постсоветское пространство, оно ведь и есть построссийское. Не согласен, интересная тема для следующего разговора. Большое спасибо, Гейдарь, тебе спасибо, Гейла, и спасибо всем зрителям. Дедик Манлоп. Большое спасибо, дорогие друзья, что были сегодня с нами. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok